Добрый день, уважаемые зрители! С вами доктор Константин. Сегодня тема лекции видео-рока следующее. Душевные расстройства человека. Их можно не лечить, а можно немножечко поправить. Почему душевные расстройства? Во-первых, душа – это высшая субстанция, которой многими нами людьми не исследуется. То есть есть категория людей, которые занимаются поиском своей души внутри себя, а есть категория людей, которые не то что не исследуют, они даже не хотят его исследовать. Они даже не хотят знать, где она находится, где она располагается, ну и вообще, что это за душевные качества. Ну а здесь вот медицина раз и определила людей, которые частенько страдают душевными разладами, либо душевными, скажем так, расстройствами, что сразу к психике отнесла. Вот человек, если у человека непонятные проявления психики, то есть разлады с душой, все ее можно определить психически больному человеку. Чтобы с вами этого не было и не случилось, помните, что точка G6Panli поможет вам в поиске тех, скажем так, душевных разладов, либо проявлений негативного состояния души. Души поможет вам, она не решит проблемы, она поможет вам в поиске, если вы будете искать также свое состояние души, и, конечно же, будет вам помогать. Ну, состояние души, конечно, это тяжело описать. Тяжело описать, но так как мы знаем, что душа относится к высшей субстанции, к Богу, вот, то Бог есть любовь. Одним словом можно сказать, что такое душа. И если в человеке нет самому в себе любви, то можно сказать, что у человека душа в упадке. И частенько эта душа начинает от человека, что, то есть этот упадок, что, ну, понятно слово упадок, человек упал, а подниматься не хочет. Вот тогда что поднять, обтруситься, найти где душа, познакомиться с ней, и вперед, вперед, вперед. Вот, если у человека есть душевные разлады, то помимо поиска души и себя, точка GIA6PENLI вам в помощь. Здесь хотелось бы, я, конечно, очень часто не говорил в своих видео, но в этом видео скажу, вот, потому что все ждут почему-то от моих видео что-то новое, не ждите новое. Новое, хорошо забытое, старое. Но старое частенько не исследовано. Так вот, душа находится в области диафрагмы, как бы это ни звучало. В диафрагме находятся практически все органы, кроме мочевого пузыря. И все меридианы, практически 12 меридианов, своим внутренним ходом, что посещают диафрагму, там, где находится область, скажем так, души, либо там, где душа, скажем так, обитает. Вот вам надо с ней что познакомиться. Спасибо за внимание.